Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник Общества Знания 6 класс за авторством Котовой Лесковой серия Сферы издательства Просвещения. Параграф 4. Труд и образ жизни. Вспомните, в чем проявляются социальные качества человека. Ну, к примеру, когда человек проявляет лидерские качества, он проявляет свои социальные качества, потому что лидер, он может быть лидером в обществе, он не может быть лидером сам по себе. Только в обществе, в окружении других людей человек может быть лидером. Или если, например, человек является хорошим исполнителем, он проявляет великолепные исполнительские качества, которые также проявляются, как правило, в обществе, потому что только другие люди в состоянии оценить и сравнить, как выполняются те или иные социальные роли. Труд является неотъемлемой частью жизни человека, условием его самореализации. Трудом называют деятельность людей, направленную на создание материальных и духовных ценностей. Воздействуя на окружающий мир, приспосабливая его к своим потребностям, люди не только обеспечивают условия своего существования, но и способствуют развитию общества. Человек использует различные средства труда, орудия, механизмы. Сложность используемого оборудования требует повышения уровня подготовки работника. В процессе труда человек проявляет активность, затрачивает свои силы, энергию, это вызывает усталость и влияет на его работоспособность. Человек с его способностями, предмет, который преобразует человек, средства труда и целесообразная активность человека составляют процесс труда. Знакомимся с законом. Статья 37 Конституции Российской Федерации. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Проще говоря, никто не может заставить вас работать на какой-то определенной работе. Вы имеете полное право сами выбирать, где будете работать. Вторая. Второй пункт. Принудительный труд запрещен. То есть заставлять вас трудиться, если, конечно, вы не попали в тюрьму. В принципе, никто не имеет права. Третий пункт. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за свой труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Но вот эта статья, она не всегда выполняется и не всегда выполняется в полной мере. Ситуации бывают очень разнообразны. Иногда юристы ухитряются составлять договора таким образом, что ухитряются обходить данную статью. Трудоспособные люди задействованы в общественном производстве и участвуют в производстве востребованных обществом товаров и услуг. Трудовая деятельность осуществляется ими на основе профессионального разделения труда и кооперации, сотрудничества. С одной стороны, каждый человек выполняет свои профессиональные функции. С другой, деятельность профессионалов в разных областях направлена на достижение общего результата. Поэтому очень важно сознание и создание психологически комфортных отношений в трудовом коллективе и соблюдение дисциплины каждым участникам процесса труда. Каждый человек в той или иной мере занимается домашним трудом, результатом которого является решение различных бытовых вопросов, приготовление пищи, уборка дома, стирка и чистка одежды и многое-многое другое. Виды труда Творческий труд предполагает постоянный поиск новых решений, а стереотипный – повторяемость операций, выполняемых работником. Так, труд дизайнера – творческий, он придает неповторимый облик каждому новому объекту. А труд работника на конвейере автомобильного завода – стереотипный. Работник в течение смены многократно повторяет несколько стандартных операций. Физический труд связан с непосредственным применением физической силы человека, например, труд дворника или грузчика, а умственный – с интеллектуальной деятельностью, анализом различной информации, например, труд ученого, писателя, врача, адвоката. Простой труд не требует специального обучения работника, а сложный может выполняться только человеком, обладающим профессиональными знаниями и умениями. К примеру, работа врача – это очень сложная задача, потому что учиться на врача надо практически 10 лет. Это очень долгий и сложный процесс. В толковом словаре «даля» трудолюбивый человек определяется как прилежный, работящий, нетерпящий праздность. В слове «трудолюбие» кроется и умение, и желание трудиться, и способность ощущать радость труда. Труд и образ жизни Труд – один из важнейших компонентов образа жизни людей. Образ жизни определяется тем, как люди ведут домашнее хозяйство, где и как работают, чем заполняют свое свободное время, как относятся к членам своей семьи и окружающим людям. Труд обеспечивает семье определенный достаток и возможность не ограничивать досуг только просмотром телепередач, а посещать театры и выставки, путешествовать, заниматься спортом, изучать иностранные языки и многое другое. Отношение к труду является ценностью, которая формируется у детей в процессе воспитания. В труде развивается личность, человек чувствует себя частью коллектива, вносит свой вклад в общее дело, общается и может раскрыть свои способности. Великий русский педагог Ушинский писал, что лучшая форма наследства, оставляемого родителями своим детям, не деньги, вещи или хорошее образование, а воспитание, трудолюбие. Но не менее значимо и то, что труд может приносить человеку радость, удовлетворение результатами, гордость, ощущение своей значимости, полезности для общества. Все это во многом зависит от отношения человека к труду. Человек может любить делиться и трудиться, относиться к труду нейтрально, например, как к неизбежному проявлению общественной жизни, или негативно. В зависимости от подобного отношения работник прикладывает больше или меньше усилий, проявляет инициативу, эмоционально переживает за результаты своего труда. В принципе, все знают, что если работать на любимой работе, эффективность труда будет выше, чем если работать на нелюбимой. Вопросы и задания, но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Каковы основные компоненты труда? В принципе, к компонентам труда можно отнести самого человека, потому что трудится именно человек. Роботы появились намного позднее, и полноценно свою работу они пока еще выполнять не могут. Потом, разумеется, инструменты труда относятся к компонентам труда, причем это могут быть как самые простые, ручка, карандаш, молоток, топор, так и крайне сложные промышленные высокоточные станки, различные роботизированные системы и тому подобное. Все это, опять-таки, инструменты труда. Ну и, собственно говоря, результаты труда тоже можно отнести к компонентам. В чем проявляется коллективный характер труда? Дело все в том, что по нынешним временам один человек создать какой-то сложный предмет, например, автомобиль, в одиночку не в состоянии, потому что мотор отдельно, ходовая часть отдельно, колеса отдельно, салон отдельно, и создать все это в одиночку, причем полностью, вот с нуля, взять металл, кожу, резину и сделать всего из этого машину, человек в одиночку не в состоянии. Поэтому приходится прикладывать массу коллективных усилий. Одна группа делает какие-то, например, колесами занимается, другая делает двигатель, третья занимается салоном, четвертая группа занимается безопасностью, но все вместе они делают какой-то единый определенный предмет, ну, в нашем случае автомобиль. Хотя таких примеров очень и очень много. То есть, например, как работают, например, врачи. Терапевт принимает пациента, выслушивает его, проводит первичный осмотр, и на основе жалоб пациента отправляет, например, делать анализ крови. Этим занимаются уже совсем другие врачи, лаборанты, которые делают анализ крови, при этом еще и берут сначала эту кровь, потом могут отправить на УЗИ, на МРТ, на какое-то специальное обследование. После этого уже возвращается пациент, он приносит результаты, и нередко может получить направление уже к специализированному врачу. То есть, видите, вроде бы работа медицина, а сколько врачей задействовано на то, чтобы понять, что именно с человеком и как его вылечить. Получается полноценный коллективный труд. Какие виды труда выделяют? Ну, во-первых, это может быть физический, а может быть умственный труд. Это может быть простой труд, не требующий специального обучения, а может быть сложный труд, который требует очень высококлассной специализации. К примеру, труд хирурга – один из сложнейших, но при этом труд нейрохирурга является едва ли не самым сложным. Объясните роль труда в жизни человека и общества. Ну, многие, возможно, слышали поговорку такую, что труд сделал из обезьяны человека. По сути дела, именно труд заставляет нас постоянно развиваться, развиваться наш мозг. Сам по себе он развиваться особенно не будет. К примеру, многим детям в детстве дают, например, лепить что-то из пластилина, а потом в определенном возрасте отдают, например, в музыкальную школу. Зачем это делается? Ведь это труд через обучение и игру. Очень просто. Работа, мелкая работа пальцами, так называемая мелкая моторика, к примеру, при игре на пианино, она заставляет мозг очень активно развиваться. Конечно, не факт, что вы станете сильно умнее от такого развития, но при этом вы станете сообразительнее. Ум и сообразительность – несколько разные вещи. То есть мозг будет работать лучше за счет вот этого детского развития. А сообразительность, умение быстро соображать, – это очень полезный навык. Может быть, вы не будете хорошим музыкантом, но при этом сообразительность, полученная за счет детской игры на музыкальных инструментах, она вам точно пригодится, потому что это очень полезный навык. Вот отсюда и роль труда в жизни человека и общества. Без труда человек не создаст себе все необходимые комфортные условия своего проживания. Поэтому труд жизненно необходим человеку. Абсолютно ничего не делая, человек начинает скучать, ему становится очень некомфортно. Поэтому, собственно говоря, труд сопровождает человека всю его жизнь. Другое дело, что труд может быть любимым, когда человек с радостью работает и уделяет массу сил этому труду, а может быть нелюбимым. Тогда человек стремится избавиться от этой крайне нелюбимой работы. Продолжение следует...